Всем привет! Ну что, думаю, этот день настал. Три с половиной часа у меня начал болеть живот. А я начала отсчитывать схватки где-то два часа назад с помощью приложения. И с... Оважается интервала десяти минут. Сейчас схватки каждые три минуты. Иногда каждые две минуты. Живот сильно болит. Такой твердый. Я сейчас еду в больницу на такси. Муж у меня работает. Надеюсь, что он успеет приехать вовремя. Не хочется рыдеть без него. Желайте мне удачи. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, что это настоящие схватки, потому что живот нереально болит. Надеюсь, что будет раскрытие. Дядечка водитель слышит, как я дышу. Попросил не рожать у него в машине. Мы сейчас попали в пробку. В принципе, до больницы осталось не так уж и далеко. А в машине я, думаю, точно не рожаю. Такие вот дела. Малыш, потерпи еще немножко. Мы почти приехали. В такси сделала себе ксичку. Живот уже сильно болит. Мы ехали чуть больше 40 минут. И снова я здесь. Меня сразу отправили в родзал. Раскрытие уже 5 сантиметров. Сказали, где-то в течение часа я уже рыжу. То есть я вовремя приехала в больницу. Мне подключили капельницу. Просто с каким-то лекарством. Это не окситоцин, как в прошлый раз. Окситоцин сказали, что уже не нужно. Ой, я не знаю, успеет ли муж приехать. Надеюсь, что успеет. Ходить мне не разрешили. Сказали лежать и лежа переносить схватки. Хотя я хотела попрыгать на фитболе. Походить. Мне не разрешили. Хорошо. Я реально сразу, как только поняла, что период между схватками 2-3 минуты. Хорошо. Я сразу поехала в больницу. Не стала ждать. Не успела поужинать. Я сегодня только завтракала. Управила детей в садик. Съела яблоко одну. Печенюшку. И уснула. И вот 3 часа я проснулась. До того, что у меня начались схватки. Ой, схватка началась. Все происходит так быстро. Очень-очень быстро. Я уже несколько раз потужилась. Мне сказали вот еще немножко полежать. Скоро ребеночек уже родится. Сейчас на часах 7 часов вечера. Уже все готовят к появлению малыша. А я к этому совсем готова не была. Там очень много времени остается. Муж все-таки успел приехать. Сейчас у меня 8 сантиметров раскрытия. Тут со мной на родах, как я обещал. Меня немножко тошнит, поэтому дали пакет. Салфетки. Выкручивай, пожалуйста, пожалуйста. Выкручивай, пожалуйста. Выкручивай, пожалуйста. Выкручивай. Я перед тем, как села в такси, съела один наггет и одну сверстную палочку. И немножко-немножко выпила колы. Так пить хочется, я не могу. Но пить сказали, что уже нельзя. Ждем полного раскрытия. И будем тушиться. Снова большой живот. Снова схватка. Снова схватка. Снова đếnт. Сноваächся. Снова Снова. Снова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 малышом нужно будет отдать вещи влажные салфетки Салфетки Доброе утро! Класс! Мерси нок! Мерси нок! Пори петли! Мы будем салфетки! Класс! Класс! Мерси нок! Мерси нок! Мерси нок! Мерси нок! Мерси нок! По сравнению с другими детишками он там очень гигант! На кого интересно похож? Непонятно! Спит! Сейчас я в комнате для кормления Буду кормить малыша Уже подготовила Здесь у меня подушка для кормления Здесь есть также штучку Можно на руку одеть Но у меня здесь капельница Поэтому я без этой подушки Уже продезинфицировала грудь Жду малыша Он сейчас покакал Его переодевают На обед принесли супчик Мясо Пончаны Разные закуски С грибами Белое кимчи Куннамоль Раскисое И как обычно рис Рис в Корее всему голова Поднялась на крышу подышать свежим воздухом Давно здесь не была Здесь есть такая беседка Можно посидеть Я правда сидеть не буду Потому что без специальной подушки Сидеть я на твердых поверхностях не могу Нельзя Иначе швы разойдутся Муж уехал Сейчас Подавать Заявление На регистрацию Рождения ребенка В Корее Этот процесс проходит по-другому Не как у нас И Будет Подавать заявку На Помощницу От государства Которые помогают мамам После родов Приходят домой Помогают с ребенком Готовят кушать Убираются дома И 50% Нам покрывает государство 50% Мы должны будем заплатить сами Берем мы Помощницу В этот раз На две недели В прошлый раз Тоже Брали на две недели В прошлый раз Я еще и в червон Ходила в центр восстановления После родов Но в этот раз Так как двое детей Будут ждать меня дома Я поеду сразу Домой После Выписки Это будет уже завтра Пять часов Уже Принесли Ужин На ужин Мьякоксуп Из водорослей Рис Пончаны И Маринованный Освинок Приятного мне аппетита Муж уже приехал И мы снова пришли к нашему сыночку Вот он за стеклом Уже 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 Остается Старкая Глазин Секомена Остается Хм Т passe Щи Старая Назина Со pulses Эль по дам морисуси манны Эль... Чем 대머리였는데, ей это? И здесь, девчонки, очень крупные Великолепные вещи Наш малыш Он, скорее всего, самый большой среди всех остальных детей И ростом, и весом Чем 더 큰 거 같아 Нон 뜬 거 봤어? Нет, 봤어 у него маленькие такие глазки тут находятся детки принесли четвертый прием пищи тут у нас каша тыквенная и банчан я даже не знала что четвертый раз будут кормить оказалось что кормят получается четыре раза в день муж пользуется массажером говорит что слабенько а я только что сделала мне было нормально прошли уже сутки после родов я сейчас хочу принять душ вообще грянка мне нельзя после родов мыть голову целую неделю но мне очень жирные волосы я мыла голову вчера где-то днем как раз таки апостол как у меня начались схватки и голова уже сегодня не свежая поэтому я хочу освежиться муж воспринял это как зачем не надо ты простудишься заболеешь так далее надо ладно как бы он знаю что если что-то решила мне не переубедить он сегодня остается кстати со мной и завтра мы вместе выписываемся единственное что мы не учли я заказала вот подушку которую пользуюсь в больнице с дыркой посередине чтобы можно было сидеть на швах мы ее заказали домой и уже доставили я не знаю как я буду ехать домой завтра машине машина внизу на парковке стоит нужно будет выкручиваться чтобы не сидеть на швах иначе реально могут разойтись в общем сейчас буду заниматься банными процедурами здесь у меня душ здесь дырка душа корейская система душевых после буду также делать банные процедурки с помощью вот этой вот штуки такие вот дела спасибо что досмотрели этот флог до конца история моих ротов я теперь многодетная мама буду сейчас активно восстанавливать свою фигуру потому что животик у меня еще есть плюс еще у меня есть второй подбородок все таки я набрала 15 килограмм за время беременности даже 15 с половиной пожелайте мне удачи увидимся с вами в следующем флоге за требую снимать нашу выписку и встречу малыша со старшими братьями всем пока